МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Телевизору постараемся словами, теми, которые есть. Дороги состояние ужасное, то есть из года в год все хуже и хуже, потому что это напрямую угрожает безопасности дорожного движения, потому что водитель не контролирует ситуацию на дороге, он постоянно ищет ямы, чтобы не убить свою машину. Обязательства по ремонту дорог лежат на подрядчике в муниципальном дорожно-эксплуатационном предприятии. Бюджет действующего контракта – 17 миллионов рублей. Подрядчиком по действующему контракту является МОДЭ. В рамках этого контракта планируется выполнить примерно 25 тысяч квадратных метров покрытия асфальто-бетонного дорожного. Работа уже выполнена на улицах Академика Харитона. Ведутся работы по ремонту асфальто-бетонного покрытия на улице Дорожная, улице Балыковская. После этого будет улица Садовая, Большая, Коммунальная. Закончили работы на улице Энтузиастов, ТИС. Также специалисты планируют отремонтировать дорогу от Плотины до улицы Заводская, участки по улицам Московская и Герцена. Производится сезонный осмотр автомобильных дорог ежегодно в весенний период. И также по обращениям жителей, где уже нет смысла выполнять ямочный ремонт, желательно более большими картами производить ремонт. И там мы выполняем более плотно, стараемся перекрывать. При этом местам, которые совсем недавно отремонтировали, снова нужен ремонт. Тавтология вполне уместна, если учесть, что качество выполненных работ по некоторым участкам хромает. Существует колейность на покрытиях. И если не прикрывается целиком участок с колейностью, то, само собой, эти неровности, они так остаются. И там невозможно просто по-другому вровень сделать существующим покрытием. Ну, небольшие перепады все равно, конечно, есть. Если это, будем говорить, что совсем ненормативные какие-то дефекты, где мешает дорожному движению, может, на самом деле, привести к варенье ситуации, то, конечно, в рамках гарантийных обязательств подрядчик должен переделать недостатки. По обращениям саровчан, самые проблемные участки, дороги на 1-е и 5-е КПП, Варламовское, Южное шоссе, проспекты Октябрьские и Ленина, улицы Зеленая, Сахарова и Железнодорожная. Рабочие займутся ими в последующих контрактах. По словам главного специалиста сектора автотранспорта ДГХ, на улицах, которые не войдут в списки, ДЭП обещает устранить дефекты ямочным ремонтом. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. На лыжной базе уже этим летом должно появиться несколько новых объектов. В первую очередь будет сделана асфальтированная пешеходная зона протяженностью 1 км. Подрядчик уже выполнил разметку и начал завозить строительные материалы. Когда установится сухая погода, приступят к укладке песка, щебне асфальта. Она идет от стартового городка прямо в сторону Маслихи, в сторону речки, далее поворачивает направо, вдоль реки идет, и, соответственно, также возвращается к асфальтированному уже имеющимся кругу. Она будет как и прогулочной, так и для любителей, кто катается на лыжероллерах, кто катается на роликовых коньках. То есть, в принципе, она для жителей города и также будет использоваться, соответственно, спортсменами. Кроме того, после второй очереди реконструкции на лыжной базе появятся объекты, которые горожане давно желали установить. Голосовали за них на общественных обсуждениях. Кордодром и памп-трек. Это для велосипедистов. То есть на сегодняшний день он уже существует, но ребята его делали собственными руками, и поэтому данная площадка будет модернизирована, будет реконструирована, появятся новые мафы и, соответственно, площадка приобретет современный вид. Деревья при строительстве вырубать не будут. Срубят только опасные сухостойные деревья. Кордодром сделают на поляне у реки, а асфальтированную трассу проложат по уже существующей грунтовой. Появится еще и площадка для выглыл собак. Она будет чуть дальше, чем спуск, который идет от художественной школы вниз к нам. То есть немножко в сторону, скажем так, маслихи. Площадь довольно-таки ее приличная. Будут установлены мафы, где любители будут гулять с собаками и также будут в дрессировке проводиться собак. Пока погода не позволяет начать полноценные работы, но завершат вторую очередь реконструкции на лыжной базе до октября. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Мария Романцова уже несколько лет подбирает с улиц бездомных кошек и котят. Мария Романцова выхаживает их и старается найти им хозяев. Но пристроить всех, особенно взрослых особей, невозможно. И кошек, уже привыкших жить на улице, после стерилизации девушка выпускает обратно. Кто-то из тех, кого Мария раньше спасла, погиб, став жертвой стаи бездомных собак. Эта стая на днях шугала кошек, загнала на дерево, и вот эта женщина пыталась их отогнать, и они ее облавили, то есть проявили агрессию. Дерут кошек, забегают в подвал и душат котят. Просто убивают, не знаю, инстинкт ради удовольствия. Они их не едят, потому что недавно подвал был открыт, туда заходили, и там были трупики разодранных котят. Собаки приходят со стороны леса, чаще всего бегают в траве за домами или лежат на детской площадке. На них вызывали отлов, но застать собак не удалось. Во время съемок сюжета их тоже не было. В ДГХ нам пояснили, что выезжали отлавливать эту стаю несколько раз. Неоднократно, ежемесячно выезжала организация по данному адресу. В мае конкретно за последний месяц четыре раза они выезжали, обследовали территорию проспекта Музруково-Казамазово. Выезжают в рабочее время, как правило, после обеда. В основном они выезжают где-то с часа 30 до 3. В это время ни одной собаке обнаружить не удалось. В дальнейшем территории на контроле будут выезжать еженедельно. Если собак отловят, их перевезут в приемник для животных, где их осмотрит ветеринар. При наличии показаний их усыпят, в противном случае будут искать новых хозяев после прохождения карантина или выпустят в прежнее место. В прошлом году отловили более 250 животных на улицах. Это и собаки, и кошки. В этом году самоотлов и содержание в приемнике финансируют, исходя из подписаний правительства Нижегородской области. Но стоимость этих процедур выше расценок, установленных в контракте. Никакие организации не предъявляют интереса к этой закупке. И еще выдвинуто новое требование по законодательству Нижегородской области, что организации, которые занимаются этим видом деятельности, должны обязательно обладать фармацевтической лицензией. Потому что они работают с препаратами биологическими, связанными с умертвелением животных, с отловом животных и так далее. Этим критериям соответствует государственное учреждение Ветслужба. В мае с ними заключили договор. По суп-подряду они работали с работниками дорожно-эксплуатационного предприятия, но отловить никого не сумели. То ли собаки уже знают действительно этих работников, которые занимаются отловом, то ли препараты так срабатывают. Пока существует проблема с отловом. Кроме того, сейчас мы размещали аукционную закупку уже на последующие периоды до конца года с целью организации отлова и содержания в приемнике. Никакая организация пока не заявляется. Также новый закон о гуманном обращении с животными прописывает жесткие требования к приютам. Саровский приемник этим критериям не соответствует. Сейчас ДГХ совместно с КУМИ рассматривают вопрос о передаче приемника в ведение Государственной ветеринарной службы. Мы планируем дальше заключать контракты с государственным бюджетным учреждением. Сегодня существует возможность заключения с ними в прямых контрактах. Это государственные бюджетные учреждения. Соответственно, они будут просто использовать данное имущество для цели осуществления своей деятельности. Сейчас в приемнике живут и животные, которых принесли из дома. Их пребывание там из областного бюджета не финансируется. Пропитание и лечение таких собак и кошек ложится на плечи волонтеров. В случае передачи приемника в ветеринарной службе добровольцам придется договариваться с его новыми владельцами. Канал-16 будет следить за развитием событий. Режим самоизоляции продолжается уже третий месяц. Однако многие подростки в нашем городе его не соблюдают. Они гуляют большими компаниями, без средств индивидуальной защиты и не держа дистанцию. Сидят на лавочках во дворах или заходят толпой в магазины. Как психолог я, конечно, понимаю, и родители это понимают, что в подростковом возрасте понятно, что общение, оно важно. И не получится его заменить сразу вот так вот, просто по щелчку сделать его виртуальным. Всех перевести на разные платформы виртуальные, сказать, ребята, теперь вы общаетесь так. К этому придется привыкать. Если подростку категорически запретить выходить на улицу, он может сделать это назло. Родителям важно объяснить ему все риски такого поведения, сказать, что поступая по-своему, ребенок может принести вирус домой и заразить всю семью. Нужно предоставить подростку выбор гулять и общаться с друзьями или поберечься. Выбор, он осуществляется взрослыми людьми. Подросток – это у нас еще взрослеющий организм. Но предоставляя ему выбор, ты автоматически делаешь его взрослым. Ну, хотя бы в твоих глазах он становится взрослым. И это важный психологический момент, когда мы даем ответственность человеку за его поступки. Даже в выборе о том, что идти на улицу или не идти. И после этого уже наступает такой момент, что подросток немного переосмысливает это все. Еще одна проблема, которая встала перед запертой дома семьей – отсутствие личного пространства. Нужно выстроить систему пребывания дома так, чтобы у каждого члена семьи был либо свой уголок, либо время, в которое он будет заниматься своими делами. То есть, если подросток у вас из своей практики играет на гитаре или учится играть на пианино, дело шумное. Вы, как взрослый человек, должны понять это и принять. И определенное время подросток должен этим заниматься. Если вы не хотите, чтобы он бунтовал и убегал из квартиры, не провоцируйте. У подростка должно быть свое время. Также Андрей Кочкин советует не пренебрегать совместными семейными ужинами, просмотром и обсуждением фильмов или настольными играми. Все это поможет скрепить семью, и потом, когда режим самоизоляции закончится, с теплотой вспоминать проведенное вместе время. Также важно осваивать интернет-платформы, которые позволят встречаться на расстоянии. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. При оформлении ОСАГО изменен коэффициент стажа и возраста. Минимальный коэффициент получат молодые водители, которые только получили водительское удостоверение. Минимальный можно получить уже в 30 лет при стаже вождения от 10 лет. Безаварийное вождение класс снижает, а попадание в ДТП наоборот повышает. Так, для водителей, которые добросовестно водят автомобиль, не нарушают правила дорожного движения, не попадают в аварии, тарифы будут ниже. Для водителей, которые нарушают правила дорожного движения постоянно, также они раз в год попадают в аварию, для них тарифы будут выше. Проступки повлияют на стоимость страховки только если они были запротоколированы сотрудникам ГИБДД. Видео и фото с камер фиксации нарушений пока во внимание принимать не будут. Как пояснили нам в салоне Саров Моторс, тариф ОСАГО также будет зависеть от назначения автомобиля. Водители, использующие машину для семейных нужд, совершают меньше правонарушений, чем, например, таксисты. По предварительным данным, страховка подорожает для 15% автовладельцев. Именно столько, по сведениям разработчиков законопроекта на российских дорогах лихачей. Раньше, если человек не был вписан в течение какого-то времени, в течение года, например, ни в один из полюсов, не страховался, не был нигде зафиксирован, у него слетал КБМ, как раз вот этот вот класс, и были потом проблемы с оформлением страхового полюса нового. Сейчас же вот этот КБМ сразу же, то есть можно не страховаться в течение года и так далее, не вписываться ни в один из полюсов. Сейчас все будет автоматически пересчитываться каждый год. Специалисты салона Саров Моторс отметили, что минимальные и максимальные значения базовых страховых тарифов будет устанавливать Центробанк. Еще одно нововведение касается техосмотра. До 30 сентября включительно разрешено покупать страховые полюсы без предоставления диагностической карты. Ее или свидетельство о прохождении ТО при этом нужно предъявить страховщику не позднее 31 октября. Отдыхая на дачу мангала или пропалывая грядки, всегда закрывайте на замок ваш садовый домик. Иначе рискуете лишиться ценных вещей. В последнее время вора осмелели и грабят дачные постройки, несмотря на присутствие на участке хозяев. Как правило, просто проходят, видят собственник на участке работы, заходят в домик. Даже если его хозяева там в месте преступления застанут, извините, я водички хотел попить. Простите, пожалуйста, я заблудился, не туда зашел. Такое у нас часто практиковалось, такое бывало. И, как правило, граждане даже потом, ну, может быть, он уже и совершил кражу, то есть на выходе его поймали, но досматривать его никто не будет. Как бы извините, простите. Уходит, кошелек, естественно, выкидывает, денежные средства только забирают. Чаще всего с огородных участков злоумышленники похищают садовую технику, личные вещи, продукты питания, электроинструменты. Пользуются спросом у преступников черный и цветной металл, строительные материалы. Нередко на дачные участки заходят и наркоманы. Ходят по садовым участкам в поисках наркотических средств различных, той же марихуаны дикорастущей. В основном эти лица, они все как бы наркоманы, как правило. То есть там нету таких, кто закончил высшее удивное заведение МВД России. Все, естественно, из числа, скажем так, неблагополучных, все вот именно, вот они эти денежные средства и впоследствии на наркотики как бы... Сотрудники полиции рекомендуют владельцам дачных участков быть внимательнее. Выпалывать подозрительные растения и всегда закрывать домики и сараи. Наиболее эффективной защитой станет установка сигнализации. Кондиционер – враг или друг. С одной стороны, он спасает от жары, с другой, Минздрав настоятельно рекомендует не использовать его в периоды разгула инфекций. Кондиционер, охлаждая воздух, гоняет его по кругу. И если в этом воздухе есть вирус, он разнесется по всему помещению. Впрочем, по словам специалистов, этого можно избежать, если правильно ухаживать за кондиционером. О том, что он якобы там способствует распространению вируса, ну, на самом деле, с одной стороны да, и с другой стороны нет. С той стороны, что да, это те кондиционеры, которые не обслуживаются должным образом, да, они засоряются, у них засоряются фильтра, вот все это, соответственно, все трубки, и там уже, да, там уже риск заражения, он более высок. В том плане, что нет, ну, это когда кондиционер полностью обслужен, то есть все фильтра, все это почищено. Специалисты рекомендуют чистить кондиционеры раз в год. Обычно это делают после зимнего сезона при температуре воздуха на улице выше 16 градусов. Чтобы почистить кондиционер самостоятельно, вам необходимо открыть крышку, достать фильтр, промыть его водой, просушить и поставить обратно. После примерно двух лет эксплуатации его, тут уже процедура немножко другая. Мы достаем аналогичный также фильтр. Там за фильтром есть ребра определенные. Их нужно чистить, ну, взять обычную, обычную какую-то кисточку, их просто прочистить от пыли. Это на самом деле не так сложно, в этом ничего такого нет. Только единственное, что момент, эти ребра довольно острые, и в некоторых моментах они там могут быть замятые. Помимо внутреннего блока кондиционера, есть еще и наружные, которые также необходимо чистить. Для этого нужно пригласить специалистов. Специалистами, соответственно, которые приезжают, вскрывается, оттуда вычищается полностью пыль, и если нужно, подкачивается фреон, который охлаждает там воздух. По словам специалистов, в среднем бытовые кондиционеры служат около пяти лет, но если за ними правильно ухаживать, то могут проработать и десять. При выборе кондиционера необходимо учитывать количество фильтров внутри, и чем их больше, тем лучше. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. В прошлом году на дорогах города произошло 7 ДТП с участием велосипедистов. Из них двое были несовершеннолетними. Чаще всего такие аварии случаются, когда дети проезжают пешеходный переход или выезжают во дворе из-за припаркованной машины. Покупая ребенку велосипед, родители должны рассказать своему чаду о правилах дорожного движения. До 14-летнего возраста он не может кататься на велосипеде на проезжей части дороги. Ребенок не должен перевозить на багажнике либо на раме пассажира. Ребенок должен использовать велозащиту, шлем, наколенники, малокотники. Также ребенок не должен управлять велосипедом неисправным. Детям нельзя управлять велосипедом одной рукой или отрывать ноги от педалей. Обязательно использование велозвонка и в темное время суток световозвращающих элементов. Отпускать юных велосипедистов гулять на улице одних не стоит. До 14-летнего возраста и тем более маленьких детей должны сопровождать родителей, если ребенок управляет велосипедом. Если ребенок чуть уже старше, то дети должны управлять велосипедом либо по велодорожкам, и если нет велодорожек, то по тротуарам, в парках, там, где машина в принципе появиться не может. Дети на самокатах и беговелах относятся к категории пешеходов, но соблюдать осторожность при езде и не забывать про защиту нужно и им. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. В новом учебном году Дворец детского творчества откроет объединения, связанные с ранней профориентацией. ДДТ уже давно занимается этим направлением в среднем и старшем звене школы. Сейчас хотят подключить и дошкалят. Мы даже говорим о профессиональном самоопределении. Вот как раз маленьким деткам мы будем рассказывать о мире профессий, чтобы уже с такого возраста они задумывались, кем бы им хотелось стать. Также у нас запускается программа по анимациям, то есть дети могут сами создавать мультики на интересующие темы, то есть тоже востребованное объединение. Также планируем открыть новую программу по техническому творчеству. Также Дворец сохранит и те программы, которые традиционно востребованы из года в год. Многие выбирают объединение художественной направленности, где детей учат петь, танцевать, рисовать в различных техниках или пить из глины. Затем идут объединения социально-педагогической направленности, как мы их называем, то есть это изучение языков английского, русского, вот эта профориентация, то есть именно вот эти направления связаны с изучением социального окружения традиционного. Ну а третье место у нас техническое творчество, то есть у нас кружки мы сохраняем, вот это направление. Ну и чуть поменьше, естественно, научное, туристко-краеведческое направление. Также востребованы шашки и шахматы. Выбрать можно и несколько кружков. Дворец детского творчества уже начал предварительную запись детей на новый учебный год. В этом году она проходит в дистанционном формате. На сайте ДДТ есть ссылка на электронные заявления, которые необходимо заполнить онлайн. С прошлого года у нас реализуется такой проект, когда запись детей идет через российский навигатор дополнительного образования. Для Нижегородской области адрес этого портала r52.navigator.dete. То есть там каждый родитель, желающий записать ребенка в любой кружок, неважно, во дворец, на станцию иных техников, в молодежный центр и так далее должны пройти регистрацию на этом сайте и зарегистрировать своего ребенка. Пока навигатор закрыт для записи, так как дети с этого года переходят на следующий. Всю информацию ДДТ публикует на своем сайте или в группе ВКонтакте. Родительские собрания пройдут 31 августа и в первые дни сентября. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Летний сезон игры посиделок и мастер-классы в библиотеке имени Пушкина открыт. В этом году проходить он будет в дистанционном формате. Для юных читателей библиотекари подготовили массу интересных программ. Одной из таких станет летнее чтение в интернете. Понимая прекрасно, что дети летом у нас читают книги и по школьной программе, и читают просто для своего собственного удовольствия, а пока, к сожалению, такой возможности мы предоставить не можем, мы решили, что наша помощь читателям, родителям и педагогам будет заключаться вот в чем. В ближайшее время на сайте нашей библиотеки появится раздел, в котором будет собрана информация о тех книгах, которые присутствуют в школьных списках для летнего чтения. Сотрудники библиотеки подобрали для юных читателей специальные сайты, на которых ребята смогут почитать, послушать аудиозаписи произведений и посмотреть иллюстрации. Кроме того, мы планируем, что в этом же разделе мы расскажем нашим читателям о различных электронных библиотеках, например, вот о такой библиотеке, как Национальная электронная детская библиотека. И если, например, зарегистрироваться на сайте этой библиотеки, то можно получить доступ ко всем ресурсам, Российской государственной детской библиотеки. Это очень большой ресурс. Летнее чтение в интернете стартует в начале июня. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте библиотеки имени Пушкина или ВКонтакте Пушкин Косаров. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. День поэзии в молодежно-библиотечном информационном центре проходит ежегодно. И каждый раз сотрудники библиотеки стараются придумывать для читателей новый формат общения. Совместно с творческими коллективами нашего города они создали документальный фильм «Поэзия подвига», который посвятили 75-летию Победы. Мне хотелось очень расставаться с мыслью о том, что этот праздник не состоится в этом году. И мы решили все-таки впустить этот праздник в каждый дом. Читателей ждет знакомство с художественной выставкой «Была весна, была победа», на которой представлены портреты участников Великой Отечественной. Также гости послушают военные песни и стихи в исполнении саровчан. Для нас это новая форма. И тем не менее нам было очень интересно в фильме соединить эти все виды искусства то есть, понимаете, он получился такой очень доморощенный. То есть, вот все таланты это таланты саровские. И поэтому я думаю, что всем саровчанам будет очень интересно посмотреть на то, что творят и как живут творческие люди Сарова. Посмотреть документальный фильм можно будет уже в эту субботу 6 июня в 10 часов утра на сайте библиотеки либо на странице ВКонтакте Молодежного библиотечно-информационного центра. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей Саров-24. Наташа Баканова растет в музыкальной семье. Мама занимается хоровым пением, старшая сестра вокалом. Поэтому выбор для девочки был очевиден. Академическим вокалом в ДШИ Наташа занимается второй год. Я еще в садике пела на каждом утреннике и рассказывала стихотворение. Мне понравилось петь, потому что я сама захотела петь, и родители согласились, так как почти вся семья у нас занимается пением. Мне нравится эстрадное, но в академическом пении надо больше прикладывать усилие и больше показывать голос. За два года девочка успела поучаствовать во многих всероссийских и международных состязаниях. На конкурс Music Mix третьеклассница отправила видео с исполнением чешской народной песни «Мне моя матушка говорила». Это была шуточная песня, в которой мама запрещала своей дочке общаться с незнакомыми людьми, а ей понравился парень, и она начала с ним встречаться. И в ней как бы поется то, что вот мне мама моя говорила, а я наоборот сделала. Кроме вокального мастерства участники также демонстрировали свои теоретические знания. Одним из этапов конкурса стало написание текстов по музыкальной литературе и сольфеджио. От них шли баллы и от пения, поэтому это был достаточно необычный конкурс. Несколько раз перезаписывали, несколько раз меняли фон и пытались сделать идеальное видео, чтобы отправить его на конкурс, и мы старались просто поучаствовать, даже не думали, что займем какое-то место. По результатам международного конкурса Music Mix Наташа Баканова стала лауреатом второй степени. Благодарственными письмами наградили педагогов юного дарования Дарья Кварта и Ирину Ракову, а также концертмейстера Ольгу Рыжову. Дарья Кузина, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Всего молодежный центр запланировал три летних онлайн-марафона. длится пять дней. Он будет посвящен популяризации здорового образа жизни. Это будут мастер-классы, акции, флешмобы, челленджи. Они будут проходить на платформе Zoom и в группе ВКонтакте. Это для ребят 10-15 лет. Мы будем начинать наше утро с линейки, встречаться в Zoom, общаться, будем рассказывать распорядок дня. А потом будет в группе в социальной сети выкладываться какие-то задания, викторины, челленджи. Второй этап медиа-каникулы. Для ребят, которые увлекаются медиатворчеством, организуют мастер-классы по созданию и монтажу видеороликов. Второй этап пройдет с 15 по 19 июня. И третий этап онлайн-марафон. Это будет марафон хороших привычек. Там уже для ребят постарше 14 плюс и тематика будет спорт, ЗОЖ, социальная активность. Отправляя своего ребенка в такой онлайн-марафон родитель может быть уверен, что его чадо находится под присмотром первой половины дня. Для подростка это возможность получить новый опыт, найти новых друзей и узнать что-то интересное. В конце каждой смены дети получат сертификат участника. Записаться на онлайн-марафон можно по телефону 99-118. Количество мест ограничено. Участие бесплатно. Рукопашный бой вид спорта для нашего города Новый Хабибулагу Байдулин в январе разработал план тренировок для воспитанников детской спортивной школы ИКАР. Тогда же начались первые занятия. Но в марте всех спортсменов перевели на дистанционное обучение. Я создал группу в WhatsApp, в которую входят и родители, и дети, которые у нас занимаются. Выдаю им непосредственно задания на выполнение тренировочного процесса в домашних условиях, которые они должны выполнять. Тренировочный процесс состоит в основном из общерзвивающих упражнений на месте и в движении, специализированных упражнений на выполнение ударов, подворотов на бросочке, так как соперника нет этой самой борьбы и отработки в парах они не могут выполнять, а также общих физических упражнений. Всего в секции рукопашного боя занимается 61 спортсмен. За тренировками каждого Хабибула внимательно наблюдает, просматривает видео, в социальных сетях, делает замечания и корректирует движения. В основном это ударные движения в виде ударов рук, ног, защитных действий. И говорю конкретно, подверни стопу, пяточку правой ноги, надо больше выводить наружу, либо оставлять внутри. Надо больше шагнуть вперед, либо меньше шагнуть вперед. Какое-то движение выполнить быстро. О том, что, допустим, он забывает расположение руки, где она должна находиться. И так корректирует каждое движение поэтапно. После снятия ограничений Хабибулла Губайдулин планирует провести городские соревнования по рукопашному бою. А после со своими подопечными отправится на первенство Привожского федерального округа. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова